Всем привет! Сегодня предлагаю вам связать вот такой красивый цветочек, который мы будем использовать в дальнейшем для декора. Для его вязания я взяла пряжу джинс цвет номер 42 и крючок 2,5. Вы можете использовать любую другую пряжу и удобный вам номер крючка. Итак, начнем. Для начала связали мы цепочку из 5 воздушных петель и соединяем эту цепочку в круг. Теперь набираем 3 воздушные петли, они нам заменяют 1 столбик с накидом. Дальше вяжем еще 3 воздушные петли, накид и прям в кольцо вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Готово. Дальше опять 3 воздушные петли, накид, этот хвостик придерживайте на цепочке и вот так провязываем третий столбик у нас будет с накидом. Дальше опять 3 воздушные петли и в колечко вводим крючок в столбик с накидом. И таких столбиков у нас должно получиться 6 штук. Последний столбик вяжу с накидом. Вот так. И теперь 3 воздушные петли. Это будет наша арочка. Считаем 1, 2, 3. Вот третье звено. Вводим крючок и соединительной петлей соединяемся в кружочек. Дальше делаем 1 воздушную петлю и под арочку провязываем столбик без накида. Теперь накид и провязываем полустолбик. Готово. И теперь еще вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Дальше опять вяжем полустолбик и последний столбик без накида. Один лепесточек готов. Под следующую арочку вяжем опять столбик без накида, полустолбик, 3 столбика с накидом, потом опять полустолбик и столбик без накида. Вот таким образом мы провязываем под каждую арочку наши лепесточки. Вяжу последний столбик, последний лепесточек заканчиваю. И вот сюда в первый столбик без накида ввожу крючок и присоединяюсь соединительной петлей. Дальше мы разворачиваем наш цветочек. Можно связать 1 воздушную петлю. И теперь вводим крючок вот сюда в ножку столбика на изнаночной стороне. Протягиваем ниточку и вытягиваем через нашу петельку. И еще один раз соединительной петлей спускаемся вот сюда в ножку столбика, вводим крючок и присоединяемся вот таким образом. Теперь поворачиваем опять наше вязание лицом к нам, провязываем 5 воздушных петель. 4, 5. И теперь будем цепляться вот сюда. У нас образовались вот такие две дужечки. Под них вводим крючок. Вот так. Захватываем ниточку и протягиваем сюда. Получается арочка сзади нашего лепесточка. Вот она. Дальше опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вот сюда с изнаночной стороны, где у нас образовались две дужки между лепесточками, вот сюда вводим крючок. Я надеюсь, хорошо вам видно. Захватываем нить и протягиваем опять. И таким образом нам нужно сделать 6 арочек. Последнюю арочку мы также вот сюда. Вот смотрите, мы сюда уже провязывали арочку. Вот сбоку вводим крючок сюда. И так же прикрепляемся. Теперь этот лепесточек наклоняем сюда, чтобы он нам не мешал. И в эту арочку провязываем 1 столбик без накида. Дальше провязываем полустолбик. Затем вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше опять полустолбик 1 провязываем. И столбик без накида. Готов лепесток. Переходим на следующую арочку. Вяжем также столбик без накида, полустолбик, 5 столбиков с накидом, опять полустолбик и столбик без накида. Таким образом провязываем все лепесточки. Готов последний лепесток. И так же присоединяемся. Делаем одну воздушную петлю, поворачиваем наш цветочек, наклоняем сюда к себе крючок и вводим его под ножку столбика. Вот сюда прикрепляемся, опускаемся ниже. Вот таким образом. И еще раз можно прикрепиться, чтобы вязание уже не поднималось. Готово. Опять разворачиваем наш цветочек и теперь вяжем уже 7 воздушных петель для арочек. Прикрепляемся таким же образом, как и ранее. Снова у нас должно получиться 6 арочек. На этот раз из 7 воздушных петель. Последнюю арочку прикрепляем так же, как и ранее. Вот сюда. Наклоняем лепесточки вперед к нам и провязываем сначала столбик без накида, потом полустолбик, дальше 7 столбиков с накидом, потом опять полустолбик один и столбик без накида. И таким образом мы провязываем весь ряд этих лепесточков. Провязываю последний столбик без накида и присоединяюсь к первому столбику соединительной петелечкой. Петлю можно немножко вытянуть. И если вы цветок не планируете нигде использовать, то можете просто обрезать нить и запрятать кончики. Если же вы хотите его использовать, украсив, например, какой-то пледик или шапочку, то можно оставить несколько сантиметров. Я оставлю сейчас 20 сантиметров примерно и обрежу нить. Ниточку мы вытягиваем и на изнаночной стороне вот этот кончик также обрезаем. Так как я его прикладывала к нашей цепочке из воздушных петель, эта ниточка у меня ввязана в цветочек и изделие не распустится. Вот таким образом мы и связали наш красивый цветочек. Надеюсь, у вас все получилось. Жду вас на следующих уроках. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok